Жили-были два мальчика, Иван и Микола. Были они соседями и много времени проводили вместе. Иван был больше и сильнее. Он забирал у Миколы игрушки, дразнил его и называл Колей, а не Миколой. Микола хотел дружить с другими детьми, но Ивана это почему-то очень раздражало. Кончилось лето, Иван снова пошел в школу, а Микола выбрал для своей учебы другую школу. Иван снова не был рад выбору Миколы. Он хотел, чтобы его сосед делал все так, как хочется ему, Ивану. Обозлившись, мальчик начал творить разные пакости. Рассказывал друзьям Миколы всевозможную неправду, изо всех сил стараясь настроить детей против соседа. Разумеется, никто ему не верил. Дети прекрасно понимали, Иван просто обижен и не может контролировать свои эмоции. Гнев полностью овладел Иваном. Он, как и раньше, отбирал у Миколы игрушки, оскорблял его словами и даже силой. Но другие дети видели это. Поэтому Иван стал выдумывать лживые отговорки, чтобы избежать наказания взрослых. «Он первый на меня напал! Я просто защищался!» Похожее происходит сейчас между двумя соседними странами – Украиной и Российской Федерацией. Украина давно выбрала свой путь и своих друзей – Европу. Но России не нравится выбор украинского народа. Она хочет заставить его жить по ее собственным правилам и применяет для этого грубую силу и ложь. Проще говоря, Россия украла часть Украины и назвала эти территории ДНР и ЛНР. Там она постоянно разжигает вражду, обвиняя во всем Украину. Россия стремится убедить всех, что ее агрессия на самом деле – помощь. Кража украинских территорий – дружба, а желание уничтожить украинский язык и культуру – забота. А бомбардировка украинских городов на самом деле – мир. Но мир видит, кто прав. Миллионы людей на всей планете выходят на улицы с украинскими флагами и поддерживают Украину. Сейчас важнее всего отличать истину от лжи. Ведь там, где истина, там и добро. А добро всегда побеждает.